Программа «Якутск. Сегодня» продолжает свою работу в прямом эфире. Я напоминаю вам, дорогие наши друзья, что в студии находится начальник службы спасения Республики Саха-Якутия Николай Александрович Находкин и спасатель, инженер, пилот Пётр Михайлович Кузин. Мы продолжаем наш разговор. Я напоминаю ещё, что у нас есть телефоны прямого эфира 32 00 66 32 11 66. Можно звонить, задавать вопросы, пока у нас ещё есть время для ответов. И, Николай Александрович, давайте поговорим о специфике работы в условиях Крайнего Севера. Наверняка ваша работа отличается от работы ваших коллег-спасателей в другом климатическом поясе, скажем так. Да, отличается. Отличия очень существенные. Во-первых, из-за климатических особенностей. У нас намного ниже температуры. И, во-вторых, огромные расстояния. И, ну, в-третьих, отсутствие на большей части территории мобильной связи. В любом другом регионе, когда человек догладился, он звонит по телефону, и его выводят из леса, там, к ближайшей дороге, деревне. А у нас такого, к сожалению, нет. И расстояния у нас очень большие. Зимники проходят по местам, где нет населённых пунктов, нет гаражей, нет заправок. И дорога там, где переметают, где наледи, то есть всё у нас на экстремальном уровне. Поэтому для того, чтобы экстремалов спасти, там, ну, спасатели должны иметь соответствующую подготовку. А вот, допустим, если человек заблудился, да, и, ну, как ему вести себя, ну, чтобы спасать, дождаться спасателей? Какие-то есть такие конкретные советы? Ну, вот это зависит, конечно, от условий, в каких он заблудился, но желательно, конечно, не убегать далеко, не паниковать. Во-первых, успокоиться, посмотреть, ну, как он мог прийти, ну, в это место. Ну, разные бывают случаи. Иногда медведя встретил случайно, убежал, там, куда глаза глядят потом, и знаешь, куда выйти. Или заблудился, рядом грибы собирал и, ну, увлёкся. Но по расстоянию находится он недалеко где-то. Конечно, не надо уходить с этого места, потому что человек уходит, ну, километров 30 за день. Ну, вот, к счастью, у нас сейчас мобильная связь появилась, ну, не везде, конечно, по республике, но всё-таки, да, во многих районах. И вот куда звонить, допустим, если попал в какую-то ситуацию? Ну, у нас телефон оперативно-дежурного 42-40-32. 42-40-32. Да. Можно звонить, и помощь будет оказана. И, ну, смотря, где находится, ну, человек, который пострадал, да, в каком районе, ну, в зависимости от этого будут подключаться определённые силы, средства. И даже если вот позвонит, допустим, человек в 01-02, всё равно это вам передадут, да, информацию? Да, эта информация всё равно нам придёт. Ясно. Ну, вот, а то, что вот такие расстояния у нас вообще длинные, очень большие расстояния по республике, да, и нет дорог, это, наверное, тоже налагает какой-то трудности, да, какие-то. А вот за сколько, например, вы можете, допустим, на севере очутиться? Вот вас вызвали, допустим, и сколько времени это потребует? Ну, дело в том, что хотелось бы, чтобы, ну, служба спасения располагалась более ближе, что ли, равномернее по территории. А сейчас у вас в скольких УЛУСах? У нас, получается, сейчас в шести УЛУСах. Угу. В шести УЛУСах, и северные УЛУСы у нас не прикрыты. В прошлом году, с 1 сентября, открылись федеральные поисково-спасательные отряды в Устьянском районе и Нижнеколымском. Одни из самых дальних отсюда. И у нас, ну, такой нонсенс был, у нас спасатели находятся в готовности. Через 5 минут после поступления команды они уже готовы выехать, вылететь. Но если погоды нет, то можно там зависнуть на несколько дней в аэропорту. Угу. Из-за этого, конечно, хотелось бы нам, чтобы спасатели были в каждом районном центре. И в связи с этим мы очень развиваем общественное, добровольное спасательное движение. Угу. Да, называется Россоюз Спас. А вот, кстати, расскажите подробнее, что это за общественное движение? Вот Российский Союз Спасателей, это у нас как бы, ну, объединение профессиональных и общественных спасателей. Но не просто так, раньше были вот общественные объединения, которые там, ну, формально, если, а это неформально. Люди, которые достойны быть спасателями, входят в этот Россоюз Спас. Например, вот хирурги, альпинисты. Сейчас мы привлекаем ребят, которые имеют малую авиацию, потому что вертолёт поднимать очень дорого. Угу. Там потерялась, там бабушка, да, какая-то, но надо срочно её искать, там, ну, поднимать вертолёт, там, это и дорого, и неэффективно иногда. А Россоюз Спас, это тогда, получается, это добровольцы, да? Это добровольцы, ну, и профессиональные спасатели, и добровольные. Но они имеют все права, аттестуются они как спасатели, и имеют такие же права, допустим, на награждение и так далее, ну, как в МЧС принято. Потому что, ну, в принципе, для Севера она по менталитету очень подходит. У нас всегда люди идут на помощь. Даже вот где-то машина там в сугробах застряла, или что, можно в любую деревню там постучаться, разбудить тракториста. Он будет там ругаться, но поедет, вытащит это. У нас, ну, это как бы... Культура такая, можно сказать. Без этого, ну, Север-то невозможно освоить. Поэтому идеи Россоюз Спаса очень нам подходят. А профессиональные отряды в каждом районном центре содержать очень, ну, дорого для бюджета. А вот таких искренне помогающих и умеющих помочь людей объединить в Россоюз Спасе, это, ну, я думаю, самый такой, ну, оптимальный вариант, чтобы обеспечить людям, ну, безопасность. И нам надо сейчас продумать, как можно компенсировать расходы людей, которые используют свой снегоход, допустим, свой ГСМ, там, ну, на поиске неизвестных. А пока сейчас все за свой счет, да, делается? Да, сейчас делается за свой счет, поэтому, ну, это не есть хорошо, конечно. Мы в конце концов можем добиться того, что люди перестанут помогать. А вот, кстати, служба спасения Республики Саха-Якутия, это федеральная служба или наша республиканская? Это республиканская. Финансируется из республики, да? Финансируется полностью из республики. Ага. То есть вы можете там вносить какие-то предложения, да? Да, вот в этом есть у нас, ну, небольшой такой люфт, да, всегда есть и положительное, и отрицательное, да. А положительное в том, что мы можем вот снаряжение, технологии использовать не стандартные, а именно то, что подходит для наших условий. Вот, допустим, летом, у нас же такая река, вот, Лена, и летом очень много бывает случаев на воде. А как вы готовите водолазов? Вот тоже, наверное, интересно услышать будет с нашим... Водолазы, водолазы, ну, на начальных этапах готовим мы сами, внутри своей службы. Раньше было у нас учебный, как методический центр, Затем поменялось законодательство, и учебные решили прикрепить чего-то к образованию. И от нас отделили вот этот учебный методический центр на, ну, Минобразование. И сразу у нас же, сами же появились проблемы подготовки спасателей, подготовки водолазов. Их надо в Москву отправлять, или в Хабаровск, там. И, ну, не совсем правильно это решение. И поэтому мы создали свой автономный из ветеранов спасателей, автономное, ну, учреждение спасателей, чтобы, ну, могли готовить хотя бы первоначальные этапы водолазов, спасателей. Там не только же водолазов, наверное, да, разные специалисты? А вот Пётр Михайлович, там же, да, проходили обучение? Нет, я проходил обучение в городе Ижевске. То есть нас отправляли. Потому что именно только в этом городе обучают по беспилотникам. Именно на те типы самолётов, которые у нас есть во вооружении. А вот в перспективе, ну, скажем, ближайшее будущее, вот как будет развиваться служба спасения в Якутии? Как вы видите? Ну, вот при поддержке Госкомитета по жизнебеспечению населения, да, нам оставили и сохранили финансирование. И в этом году мы сделаем достройку, ну, заброшенного здания на территории ФПК. И туда служба спасения переедет, ну, с разных частей нашего города. Ну, и у нас остаётся буквально минутка. Вот самое главное достижение, ну, итог года, скажем так, да, и пожелание населению. Ну, самое главное достижение. Служба спасения спасла 780 жизней. Здорово. Вот это главное. А пожелание хотелось бы, чтобы люди берегли себя, думали о том, что мы живём в экстремальном климате, в первую очередь они должны думать о безопасности. Я благодарю вас за интересный разговор и напоминаю нашим радиослушателям и телезрителям, что у нас в студии гостили начальник службы спасения Республики Саха-Якутия Николай Александрович Находкин и спасатель-инженер-пилот Пётр Михайлович Кузин. Я благодарю наших режиссёров Юрия Чекурова и Марию Новгородову за обеспечение такого отличного эфира. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программы «Якутск сегодня» мы выходим одновременно на радио Саха и телеканале Саха-24. И сейчас у нас в студии находится начальник службы спасения Республики Саха-Якутия Николай Александрович Находкин. Добрый день, Николай Александрович. Здравствуйте. И Пётр Михайлович Кузин, он спасатель, инженер группы перспективных исследований и беспилотных летательных аппаратов. Здравствуйте. Дорогие друзья, у вас есть возможность поговорить в прямом эфире с нашими гостями, задать вопросы по телефону 32 00 66 32 11 66. Мы будем в эфире 25 минут. И сразу начнём наш разговор. Расскажите о службе спасения, что из себя представляет эта служба? Ну, служба спасения – это аварийно-спасательное формирование. Основной базовый отряд находится в городе Якутске. И у нас имеются филиалы поисково-спасательные отряды в Нерингри, в Алданском районе, в Таммоте, в Среднеколымске. И в прошлом году открыли Вилюйский поисково-спасательный отряд с базированием в Верхневилюйске и в Нюрбе. И состоит наша служба из отрядов, которые специализируются по разным направлениям. Это основной у нас аэромобильный отряд. А что это такое? Это спасатели, которые в любой момент могут с помощью авиации или любым другим способом моментально быть готовы помогать людям и выезжать. Они мобильные и аэро, то есть очень тесно связаны с авиацией. Есть автомобильный отряд, есть водолазный, есть зрелищики, есть кинологи, когда нужны собаки, допустим, для работы. Есть медицинская группа. Есть группа по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов. Медицинская группа. И для того, чтобы поддерживать и направлять вот эти силы, у нас имеется центр мониторинга и прогнозирования. Дело в том, что у нас не так много сотрудников, чтобы покрыть всю территорию нашей республики. А сколько вообще сотрудников примерно? У нас 196. По всей республике, да? По всей республике. И действующих спасателей около 120 человек. То есть, если разделить площадь республики на, ну, сколько приходится на одного спасателя, получается, ну, порядка 30 тысяч квадратных километров. Это прямо, они у вас такие универсальные, да? И поштучная подготовка, наверное, такая, да, индивидуальная? Это, ну, обязательно. Потому что спасатель должен иметь, ну, минимум 5 профессий. Поэтому, когда группа отправляется в какой-нибудь район поиска, допустим, 5 человек, и у них у каждого 5 специальностей, это как будто 25 человек отправил. В зависимости, как складывается обстановка, они применяют свои знания. И, ну, мы уверены, что они сделают всё, что можно для того, чтобы найти людей, помочь людям. И вот у нас в студии находится один из них, это спасатель, инженер, пилот Пётр Михайлович. Вот расскажите, чем вы занимаетесь? Я работаю в инженере перспективного развития и применения БПЛА, то есть беспилотных летательных аппаратов. У нас на сегодняшний день на службе 6 беспилотных летательных аппаратов типа БПЛА-зала, получается. Они самолётного типа, беспилотные летательные аппараты, позволяют осуществлять именно полёты до 25 километров в радиусе. То есть на них ставятся отдельные, так скажем, головы. Они вот эти вот... Аппараты? Да, аппараты, они позволяют осуществлять именно мониторинг, поиск как пожаров, так и мониторинг. То есть... На них стоят видеокамеры, да? Да, видеокамеры, разные целевые нагрузки устанавливаются, то есть есть как и тепловизоры, есть таки, как и видеокамеры, высокого разрешения, более низкого разрешения. То есть в зависимости от обстановки, в зависимости от именно назначения, так скажем. Беспилотники также применяются для пожаров, для паводковых мероприятий. Для мониторинга. Да, для мониторинга. Наблюдают, в общем, да? В общем, да, для наблюдения. Именно я занимаюсь пилотированием данного беспилотного аппарата. Здорово. Вот. А вот в службе спасения вы сказали, что у вас... Ну, в общем, у вас такая обширная работа получается, да, многогранная. А есть у вас какие-то приоритеты? Вот именно что-то, какое-то направление в работе самое важное? Ну, самое важное у нас направление – это спасение людей. Спасение жизни людей. Вот бывают случаи, когда вот техника проваливается там под лёд там или что-то. Ну, наша, ну, первейшая задача, чтобы люди остались живы. А технику там вытаскивать или это уже другой вопрос. В первую очередь человеческая жизнь. Или ещё бывают такие вопросы, ну, когда там какую-то кошку надо спасти там. И такое бывает. Ну, естественно, если спасатели работают там по спасению людей, никто не поедет эту кошку спасать. И ещё не было случая, чтобы этот, ну, скелет кошки там где-то на дереве там засох. Надо есть, она слезет и уйдёт. Здорово. То есть получается, что вы обеспечиваете безопасность населения, да? Ну, вот так, если коротко сказать. Да, в первую очередь, да. А вот достижения прогресса, какие-то новые технологии вы используете в своей работе, например, компьютерные, цифровые, там, тяжёлую технику. Ну, вот есть какие-то совершенно вот уникальные какие-то аппараты, может быть? Ну, у нас условия экстремальные, да, и стандартное снаряжение для спасателей, она не всегда подходит. Потому что она готовится до температуры минус 40, а у нас, ну, очень часто бывает намного холоднее. Поэтому, начиная от одежды, кончая снаряжением, оборудованием, мы, ну, вынуждены как-то подстраивать под наш... Модернизируете, да? Да, под наш климат, да. И некоторые вещи вообще, ну, разрабатывать именно для наших условий. Поэтому, в принципе, очень неплохие у нас показатели, ну, по поиску людей. Ну, вообще не должно быть так, чтобы человек вот бесследно пропал, там, дематериализовался где-то. Всё равно, даже если его хищный зверь там, ну, погубил, всё равно следы там должны оставаться. Поэтому мы стараемся, вот, поиски проводить, ну, до, вообще, ну, до предела. И сравнительно у нас очень мало тех случаев, когда люди пропадали бесследно. Но тайга у нас очень обширная, нету мобильной связи, поэтому, ну, поисковую работу проводить, конечно, ну, приходится в экстремальных условиях. Из-за этого мы, вот, пытаемся разрабатывать. Мы, вот, впервые применили, вот, беспилотные летательные аппараты. Вот, они помогли и протоптали такую тропинку. Сейчас во всех спасательных отрядах России используют беспилотники. А первые были вы? Да, на Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке, Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке, Дальнем Востоке. Потому что, вот, получилось тогда, первый вылет был во время лесных пожаров. Угу. И когда лесной пожар, все в думу, и авиация не летает, не может лететь, и трудно ориентироваться в отчаг пожара, куда передвигается. А когда с тепловизора летают беспилотники и показывают, куда огонь перемещается, и, ну, это проще управлять в тушении пожара. И давайте ответим на телефонный звонок. Алло, алло, слушаем вас. Добрый день. Добрый день. А насчет устроенного службы, какие критерии предъявляются к кандидатам или претендентам? Большое внимание. Спасибо. Михаил Александрович. Ну, да, для претендентов, да. Есть, конечно, у нас общее требование. Это должна быть служба в армии, должно быть желательно высшее образование и пять специальностей. Это может быть хоть сварщик, хоть, ну, если водители, то должно быть максимальное количество, ну, категорий на грузовую машину, легковую, мотоцикл. Сейчас разделили еще квадроцикл, снегоход. То есть это универсальный такой специалист должен быть? Да, очень должен быть универсальный. И самое главное, чтобы у него было желание. Не просто вот найти вот работу там и пересидеть там, пока найдет еще более теплое место. А желание, чтобы было только мы. Петр Михайлович, а вот вы пришли в службу спасения вот по зову души, да, вот как так получилось? Именно так, да. Получилось так, что мой нынешний начальник Петр Исенофонтович, то есть начальник моего отдела, а Николай Александрович с моим начальником, они набирали людей. А так получилось как раз, что я как только сюда переехал, я работал в автосервисе и знал одного, ну, хорошего знакомого. То есть и меня просто посоветовали по знакомству отпить, а ты же умеешь то-то, 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 как бы, ну, давай ты, ну, не хочешь ли себя попробовать? Я, блин, а здорово, почему бы и нет? То есть прошел к Николаю Александровичу на собеседование, так скажем, все, как бы, все бумажки, все, что нужно, собрал, что требовалось. Единственное, что у меня не было образования. Вот, то есть, ну, меня так взяли, как бы, и сказали, посмотрим на тебя. И через месяц, получается, я прошел, собственно, испытательный срок и уже второй год работаю. Ага, и получили образование? Ну, сейчас получаю образование, на данный момент, да, работаю, я получаю образование, то есть у меня сейчас, вот, в данный момент я, получается, у меня преддипломная, так скажем, вот, работа. И, как бы, ну, уже, уже, уже. То есть, здесь я бы дополнил, да, у каждого человека есть, ну, хобби, там, интересы, да, и мы вот обязательно проводим собеседование с людьми, которые, ну, поступают на работу. Вот, ну, поймите, не всегда просто, вот, ну, по бумажкам, да, по анкете, там, в резюме, там, определить, что за человек. У Петра к тому моменту, когда он поступал на службу, уже были успехи в авиамоделировании, он на ВТНХ, да? Да, я до Москвы дошел со своими разработками, а мы набирали там по беспилотной авиации. Конечно, человек, который с детского возраста там занимается моделированием, ну, он в курсе делал. И сейчас мы прервемся на рекламу, а потом продолжим наш разговор. КОНЕЦ